Так, 14 мая 2024 год. Четвертый день, говорю, что с Харьковом все будет нормально. Ни прорыва фронта, ни мешков никаких не будет. Вы, там, вижу, по комментариям, некоторые в это не верят. Ваше право, не верьте на слово. Ну, я вам просто подкидываю еще один аргумент. То есть, по-моему, то, что они не собираются, даже россияне, сами наступать на Харьков, это говорит о том, что они на Волчанске сейчас в пункт, а за Волчанском они же взорвали мосты. То есть, за нашими уже войсками. Кто-то говорит, чтобы они, это для того, чтобы наши не могли снабжать себя в Волчанске. Ну, да, правильно. Но если вы собираетесь наступать дальше, через Волчанский, туда-бдальше, на Харьков, там, или, не знаю, на Купинск, куда-нибудь, то вы бы не взрывали перед собой логистику, правда? Потому что вам гораздо дешевле дать 2-3 дня наступления, пускай этот мост работает, но потом, чтобы вы не восстанавливали переправу, что гораздо дороже вам обойдется, да, чем вот эти существующие день-два вашего наступления, этот мост логистики для вашего врага. Каховскую ГЭС, как взорвали, да? Ровно в тот момент, когда мы собирались украинцы наступать на это самое, на Херсонской области. Это основной аргумент, почему взорвалась эта Каховская ГЭС. То есть, ровно в тот момент все понимают, что это сделали не украинцы, потому что никто не взрывает перед собой мост, когда ты хочешь переходить реку. Это шиза, понимаете? И вот эти басни, что он там сам рухнул, нет. Не бывает такого, что мост стоит с 56-го года построен для того, чтобы атомные взрывы выдерживать, да? А, блин, вот ровно в день нашего наступления он вдруг взрывает, вдруг ломается и рассыпается. Все это фига тень. Ладно, это так. Теперь пишет мне, вы говорите Deep State смотреть, а мы смотрим, успокоения никакого нет, там фронт движется. Deep State нет для успокоения. Это не пилюля, блин, там, седативная, там, успокоительная. Это барометр, который показывает, насколько... Очень хороший, точный барометр, насколько близко к вам буря. Пользуйтесь им. Более точного инструмента я лично не знаю. Что вам нужно как гражданским? Это все я для гражданских говорю. Что вам нужно знать по этому? Я вот еще одну схему такую придумал, как алгоритм, как вам определять, чтобы вы понимали степень опасности. Представьте себе, совершенно условные цифры. Вот сейчас вы знаете, что месяц будет наступать, ну, русские, да, россияне. Мы противостоим, там, России, которая имеет вторую армию мира. Ну, в общем, блин, и мы знаем примерно ее способности. То есть, мы знаем, что примерно месяц будет длиться наступление. Вы живете на условной улице Дружбе Народов. Там у вас 20 тысяч человек. Вот я живу на Дружбе Народов-Харьеве, где-то в Киеве есть, наверное, в Ивано-Франковске. Знаете, что началось наступление? Открываем Дип-стейт, смотрим. Красная вот эта полоса, которую россиян показывают, да? То есть, замеряем от вашего дома до этого фронта расстояния. Там прямо в браузере есть инструмент. Вы смотрите. Если это расстояние, если вы находитесь 200 километров и дальше, там, 300, 400, 500, там, 1200 километров от фронта, то до вас за этот месяц интенсивных боев будет пролетать там только шахеды эти там залетные и какие-то крылатые ракеты, которые летели туда, попали не туда. У вас там из 20 тысяч народа, которые живут на Наталье и почему-то не уезжают из Украины, да? Вы же не уехали. Вот представим, что они все сидят 20 тысяч на попе ровно и не уезжают. Ходят за водой, за продуктами, но не уезжают с Дружбой Народов. Все, вот за месяц интенсивных наступлений, если вы так далеко от фронта живете, 200, 1200 километров, да, Украина 1300, там, ну вот, то у вас погибнет там 1-2 человека, ну, как, меньше, чем дорожных аварий, да, условно говоря. Я хочу пропорцию показать. То есть, если вы открываете и смотрите, что ваш дом находится не больше 200 километров, а от 20 километров до 200, то есть у вас там 150 километров от фронта, 100 километров от фронта, 30 километров от фронта, 20 километров от фронта. Тогда, и вы никуда не уезжаете, вот этот месяц на бою. Тогда за этот месяц на вот этом вот участке, у вас на 20-тысячной улице Натальи живет 20 тысяч населения, погибнет уже человек, наверное, 30-40, ну, вот примерно так, да, ну, тут уже много, но все равно на 20 тысяч, там, 30-40, это такое. Будут прилетать, по-вам, вот эти баллистические переделанные, там, С-300, которые россияне переделали. Ну, что-то и зацепят. Из этих 20 тысяч по-любому на такое погибнет, где-то примерно там 1-2 человек погибало, да, кто дальше живет. А до вас уже долетают не только шахеды и залетные крылатые ракеты, но и С-300, поэтому человек 20 погибнет. Дальше. Если вы открыли эту карту, а у вас показывают, что это красная полоса с россиянами, от вас 15 километров, 16, 17, 18, 19, 20, ну, вот в промежутке между 15 километрами и дальше пошло там, вот именно в этой полосе до 20 километров, 15-20 километров, узенькая полосочка. Тут уже по-вам будут бить не только шахеды, крылатые ракеты и баллистика С-300, но подключаются ограды. И это радикально меняет ситуацию. Это радикальное изменение, то есть градов много, они дешевые, снаряды дешевые, их нужно пулять постоянно очень. То есть и получается, что если вы этот месяц, вот в этом 5-километровом промежутке будете торчать на улице 20 тысяч, все ваше население Наталью Живи будет, да Наталью Живи, о господи, бедная Наталья Живи на северных статах. Дружбы народов, вот это будете торчать, весь этот месяц наступает, то у вас погибнет уже тысячи полторы, наверное, из 20 тысяч вашего населения. Полторы-две тысячи, где-то так вот погибнет от осколков, градов, там, ну, грады не все стены пробивают. Ну, в общем, то есть понятно примерно, да, уже серьезная разница. Если вы чуть дальше 20 километров, то это за месяц всего 20 человек, а если вы на этом промежутке, и уже по вам работают грады, то это уже за месяц будет там до 2000 человек. Теперь что, когда вы, если ваш дом от линии фронта при начале наступления смотрите, и он на расстоянии от 7 километров до 15, тогда по вам уже работает не только крылатая ракета, шахет, баллистика и грады, но и подключается ствольная артиллерия. Она еще дешевле, чем грады, она еще там, ну, то есть тогда уже у вас будет, ну, не 2000 погибших за месяц, а из 20 тысяч вашего населения, которое месяц торчит и почему-то не уезжает с этого участка, у вас погибнет, ну, там около 4000, наверное, да, 4-5 тысяч, там полторы-две тысячи, здесь 4-5 тысяч, у вас погибнет накрываемые и шахедами там, случайными крылатыми ракетами, случайными, и не дай бог. И понимаете пропорцию, да, но если ваш дом находится при начале этого наступления в 3-7 километрах от линии фронта, это до вас уже, 3-7, это вообще, это очень важно, это до вас уже добивает минометы, и за месяц вас погибнет не 4-5 тысяч из 20 тысяч, а 1016-18, понимаете? То есть это просто практически все будет, потому что это дешевое, очень массовое оружие, которое может ночь напролет пухать все время, это даже не ствольная артиллерия, это даже не грады, минометы, это пум-пум-пум, и, блин, оно за ночь выносит там несколько домов 9-этажных, несколько кварталов иногда может, понимаете? Понятно, насколько это опасно? Теперь, а сейчас еще кабы подключаются, да, все, вот это вот пользуйтесь этой шкалой, она длинная, нудная, но я уже просто не знаю, как объяснять, потому что меня все равно спрашивают, а Никополь, а что 2 года по нам прилетает? Так посмотрите же на карту Дипстейт, вы посмотрите, что у вас через 4 километра через реку, у вас уже россияне, конечно, до вас долетают минометы, вот эти 120-е, то есть если вы сидите все полностью 20, и вам по вам все время лупят, конечно, будет лупить. Дальше ваше решение, оставаться, принимать на себя риск, не принимать, уезжать там, ну, я просто говорю степень опасности. А сейчас, я же говорю, с этими кабами еще дополнительно. Сейчас пока кабы, я бы на вашем месте, блин, сдреснул куда-то подальше в тылы, ну, на месте гражданских, я имею в виду. Понятно? Пока нам не придут эти вещества, да, вот уже сейчас в 16-е, но сдали в мае, сейчас уже говорят, сегодня вы выступали, в этом месяце, в течение месяца, сказали датчане, придут и в 16-е, потом поправились, в течение месяцев, то есть, ну, в месяц, значит, хоть в этом году будем надеяться, да, но кроме того, еще Нидерланды обещают, что там во второй половине лета, ну, а это сейчас у нас май, тут осталось уже 4, середина мая, то есть, и эти самые Нидерланды, датчане, кто же еще, бельгийцы обещают тоже в этом году F-16, у нас просто должен быть тут ливень из этих F-16, просто через этот самый, через ближайший месяц, надеялись на май, но будем, да, то есть, тогда уже с кабами как-то поборятся, не с самими кабами, а с носителями, с самолетами, которые таскают эти кабы, фабы, а это хрень такая, я лично, блин, попадал под прилет каба, это, блин, контузия делался, но не всем так везет, да, и сейчас, ребята, россияне кидают все, не паникуйте, это последний выдох ПЖ, что там у нас со временем, последний выдох ПЖ, они кидают все, посмотрите на этих ботов, я обратил внимание, что у меня на ТикТоке и на Ютубе слово в слово одни и те же капитали, то есть, именно одни и те же боты с одними и теми же методичками, ну, сейчас же армия в 22-м году российская не такая, как в 24-м, не такая, как в 22-м, да, конечно, не такая, мы ее покромсали очень капитально, если вы хотите сказать, что они там за эти два года научились, там стали мудрыми, там какими-то ловкими, обученными в боях, обстрелянными, это все правда, но вы понимаете, всегда железо, всегда инновации, всегда металл бьет рьяность и количество, ну, личного состава, понимаете, посмотрите на Японию, войну вторую мировую, и американцев, по-моему, круче, чем японцы были за своего императора, ну, никто так не был, они готовы были, они же и убивали там детей своих, чтобы не выдавать позиции там каких-то войск, ужас какой-то творился, абсолютно фанатично преданный, камикадзе откуда, да, это же японцы все, то есть фанатично преданные, но ничего они не смогли сделать против мощи вооружения американского, там, ну, все, они потеряли там и всякие, и свои авианосцы, и кенавы, блин, все на свете, и потом еще и ядерную бомбу увидели, да, и тут уже император сказал, хорош, ребята, молодец, дорожит народом своим, противоатомной бомбой, что ты сделаешь на тот момент? Не хочу, чтобы это было воспринято против ядерной бомбы, нам насрать, если сейчас будет, блин, этот упырь дохлый, блин, гном плешивый, тут есть достаточное количество народа, которому насрать, бомба тут будет не бомба, блин, нафиг мы все равно будем бороться за... А, вот это пишут тоже, мотивация, блин. Так я же хотел сказать, что, то есть, если бы металл не бил рьяность, то люди бы, наверное, тренировались из поколения в поколение, веками, не луки, арбалеты, мушкеты, автоматы, самолеты разрабатывали, а просто качались бы, там, я не знаю, отжимались, на ниндзю бы учились, да, чтобы быть ловкими, там, это самое, дух себе воспитывали, там, бусидо какой-то в себе воспитывали, правда, так же было. Но, как мы знаем, блин, кассетному боеприпасу, вот этому Атакамсу, который покрывает 8, 8 штук площадей свободы, вот в Харькове, представляете, ну, это 7 красных площадей в Москве, если кто-то представляет, то есть, одна кассета Атакамс, кассетами покрывает. Так вот, кассете Атакамс, абсолютно насрать, насколько ты умный, и сколько раз ты отжимаешься от пола, понимаете, можете качаться, можете, что хотите делать, блин, ей пофигу, просто бах, и нету, в пар все, блин. Так что, и про мотивацию, говорят, мотивация там, мотивация сдувается, у кого сдувается, я в своем доме, ко мне пришли бандюки, которые вырезают мою семью, какая у меня мотивация, я могу вставать, у меня могут опускаться руки, но я буду драться, пока он меня либо не убьет, либо я его не замочу или не выгоню. Какая мотивация, это мой дом, кто не считает это своим домом, свалили давно нафиг, блин, и сидят там из Европы, там что-то рассказывают, какие бы, блин, тут тупые противоатомной державы воевать. А мне насрать, а, там, на это держать. Я погибну от КАБа или я погибну от атомной БОБы. Да не насрать мне, блин. Что-то так уже долго, сколько. Все, все бы то Украины, не паникуйте, блин, мы перемолим эту хренотень рашистскую, мразоту.